как долго человек может находиться в таком состоянии и насколько она управляема им про управляем и сразу нужно понимать это все равно что вы сейчас здесь сидите абсолютно управляете и все осознаете вот там точно так же что и самое главное все также реалистично я хозяин сам себе да если это если этого нет это не то там есть два основных признака полное наличие сознания и понимание что ты вне своего физического тела вот этому что все что вне этого к этому отношения не имеет а все что имеет два этих признака осознание и понимать что что ты вне тела это ты есть фазовое состояние по поводу того как долго у меня всегда люди допустим семинар идет там человек начинает читать книгу он обычно задается вопросом так а почему не рассказывают как туда попасть но не говорят как оттуда выйти но это вопрос новичка который явно не имеет еще опыта дело в том что там другая проблема как бы это продлить без технику держания специфических нахождение там зачастую ограничивается полуминутой это 15 секундами минуты а потом остается воспоминание да потом тебя тут выбрасывать либо ты засыпаешь там вот и там есть специальные технологии чтобы это продлить хотя бы до нескольких минут и больше чем 15 минут это это абсолютно максимум находиться там нельзя это физиологические барьеры но при этом многие люди вот так мало там две минуты в среднем тоже очень мало да что уже это очень много потому что но что две минуты здесь я не успею выйти из этого здания там перемещение секунд занимает я за эти две минуты смогу но кого увидеть много куда слетать получить информацию так далее то есть и мало того чисто психологически эти две минуты мне покажутся получасом часом это вам 15-20 минут это очень часто приходит вот я там был полчаса так же стоп расскажи что ты там делал начинает перечислять что он там дело вдруг понимает что все это не могло занимать больше двух минут а эмоционально кажется что это было очень долго потому что другое состояние другие ориентиры это принципе другой мир а чего человек находящийся в таком состоянии категорически делать не должен знаете ограничение человек может придумать только сам и очень важный момент не начитаться какого-либо бреда и с этим бредом пойти туда простой пример допустим человек прочитал что там должен быть астральный серебряный шнур который должен за ним соединять физическое тело лежащее на кровати и тебя самого если ты это прочитал он там будет и обычно там напишут допустим нельзя его рвать иначе ты умрешь и человек начинает этого бояться в действительности это лишь моделирование это такое состояние где какие то если ты этим не управляешь состоянием то моделируется твои подсознательные ожидания страхи вот поэтому человека считалось что там будет тебя преследовать это монстры сущности астральные и так далее причем а не реально и это да вот причем это не просто слова до реально реально как обычно человек просто так говорит это действительно реальноには реального и потом чикar туда возвращается и всем рассказываю не ходить туда там столько всего страшного и ужасного Так что ограничений никаких нет, кроме того, что сам человек придумывает И очень важно понимать, и я всегда это людям говорю в первую очередь Мы и так живем в мире, где много ограничений, много всяких проблем и так далее Но уж не тащите туда все это, попробуйте заново жить Порой возникает ощущение, что оказавшись в этом состоянии Любопытный человек с неустойчивой ли психикой, с неустойчивой ли духовной системой ценностей Увидев то, что он увидит, может сойти с ума Или по крайней мере испытать крайне негативное впечатление или ощущение Потому что то, что происходит, судя по вашим словам, действительно бьет Да, еще как И это абсолютно верно подмечено, что человек Я не зря сказал, что он начитался, много чего это к этому относится Если ты много чего начитался, не обязательно из этой же темы, из какой-то другой Это там материализуется И человек действительно переживает негативный опыт И потом пытается сделать так, чтобы этого больше никогда не было А все лишь только потому, что он испугался сам себя, грубо говоря Собственных страхов, которые моделировались Да, эта проблема есть, но она не такая распространенная Дело в том, что если человек идет к этому умышленно Если, допустим, он идет после моих работ каких-то Он уже знает наперед, что что бы там ни произошло Это решаемо И если есть какие-то проблемы, это только собственные твои действия неправильные Поэтому, когда человек умышленно достигает, очень редко он сталкивается с такими проблемами Мало того, да, иногда бывает страшно То, что иногда, я веду исследования, различные статистические данные У человека при первых переживаниях в каждом третьем случае возникает животный страх, ужас Интересно, вредка здорового, такой мужик рассказывает Вот он, допустим, входит в состояние, чувствует, что уже можно выкатываться Начинает выкатываться из себя И тут животный страх, ужас, он возвращается обратно Все, дальше не хочу, не могу, боюсь Люди обычно спрашивают, чего бояться А ты попробуй это пережить Одно дело об этом говорить, что ты можешь из себя выйти А другое дело это пережить Ведь это не воображение Я понимаю, что это некая реальность Ещё одна реальность, которую человек формирует вокруг себя или для себя И в которой он, по большому счёту, становится хозяином Если в состоянии ощутить состояние Вот это состояние хозяина, главного человека От которого действительно в этом некоем пространстве зависит всё Но это матрица Да, это абсолютно матрица И мало того, когда я первые годы этим занимался Я не собирался написать никаких книг, ничего Просто этим занимался Мало того, бросил все книги на эту тему, потому что в практике они не подтверждаются То, что там пишется И я не смотрю ни телевизор, ничем не Я жил в этом мире И не интересовался распространением этого Пока случайно, чисто случайно, не посмотрел фильм «Матрица» Я не собирался его смотреть Я его смотрю и думаю Совпадает Люди снимают кино об этом И когда смотрят, мечтают, наверное Вот было бы такое же Да, вот оно есть И вот, посмотрев фильм «Матрица» Я написал первую свою книгу Потому что это действительно было О том, и там даже некоторые свойства пространства Которые ты в этом фильме наблюдаешь Там, допустим, главный герой Он не может ничего сделать до тех пор, пока не поверит, что это сделает И вы удивитесь Ну, там точно так же Ты точно так же можешь взять эту ложку Она будет такая же твердая Ты можешь по лбу себе постучать Ты можешь даже ее не согнуть Но при этом, если ты поверишь, что ты можешь ее согнуть Что она будет плавиться Действительно, точно так же начнет изгинаться Точно так же с полетом, проходом сквозь стены и так далее И это меня поразило В каких состояниях люди часто летают? Хотят летать? Конечно Но там есть небольшая проблема Чем глубже это состояние Там, если, понимаете, войти туда, это одно Есть еще в другом виде стабилизации состояния Оно может быть очень смутным и неинтересным и некачественным Но есть технологии, которые позволяют сделать его гиперреалистичным Еще четче, чем повседневный мир Так вот, чем реалистичность выше Тем физические свойства больше работают То есть, допустим, в неглубоком состоянии В глубокой фазе ты можешь подойти к стене Она будет такая размытая, нечеткая Сквозь нее пройти без проблем больших В глубокой фазе ты подходишь к стене Стучишь по ней Тебе больно Она такая же реальная И уже пройти очень сложно становится То же самое с полетом Иногда люди начинают заниматься И априори думают Там я смогу летать и так далее Да, действительно, ты там сможешь летать Но это уже не так просто становится Когда ты обладеваешь этим в совершенстве То есть, чем больше становится у тебя знаний там Тем, соответственно, и... Нет, нет, чем ты больше... Тем качественнее это состояние Тем оно больше похоже на физический мир В связи с этим... Соответственно, больше препятствий Да, и в связи с этим люди... Способности твои начинают Такие... Становиться такими же, как в повседневном мире В связи с этим Очень часто люди задаются вопросом Пережив это А не есть ли вот эта реальность Где мы сейчас с вами Данное в ощущениях Чем-то подобным Вот Но длительным И что есть реальность Та или эта Вот Когда ты там сталкиваешься с этими законами Это меняет мировоззрение Возникает вот какое Грустное, наверное, даже противоречие Человек, оказавшийся в собственной мини-вселенной Увидевший гораздо больше, чем до этого мог видеть Ощущающий себя гораздо более мощно Чем он привык себя ощущать Не возникает ли ощущения зависимости Выхода из реального мира туда И, наверное, там я и хочу остаться Это отдельная тема И первый момент Даже если захочешь там долго быть Все равно не сможет Это раз И в связи с этим есть очень важный момент Имеет место перегибы Очень часто действительно люди туда уходят И говорят Вот мне здесь не хочется Там так классно и хорошо И у них начинает рушиться жизнь здесь И они там ради нескольких минут Там сутки ждут их Когда они попадут туда Я сам через это прошел когда-то В связи с этим В связи с этим есть Выработал определенную философию Которую также пытаюсь донести до людей Чтобы такого не было Нужно понимать Есть этот мир Ты в нем всегда будешь Большую часть времени В любом случае Не считая инвалидов Которые лежат Не может двигаться человек Для него это уже друга рождало Это, кстати, одна сторона применения Так вот Важный момент Ты должен понимать Что если это жизнь Здесь все должно быть хорошо И та жизнь А я это воспринимаю действительно Как еще одна жизнь Человек Круг друга не заменяет Она не заменяет Это раз А вторая жизнь Становится украшением Вот этой твоей жизни А эта жизнь В свою очередь Украшение той жизни Тебе должно быть И здесь и там хорошо Тогда тебе Вдвойне будет хорошо И там и здесь Субтитры сделал DimaTorzok